Разработки конструкторских бюро 50-х годов вновь в центре внимания. Новосибирские студенты и школьники, заинтересованные ядерной физикой, разобрали возможность создания атомолёта нового поколения. Лекцию о тонкостях двигателя строения с ядерной силовой установкой выслушала моя коллега Екатерина Широкова. На атомной водной лодке есть куда эти десятки тонн, так сказать, разместить, а на самолёте? Алексей Бирюков ядерной физикой интересуется ещё с начальной школы. Говорит, использование атомолёта могло бы решить некоторые стратегические задачи. К примеру, длительное наблюдение за противником с воздуха. Под атомолёт можно подставить любое понятие. Это может быть самолёт-снаряд, это может быть крылатая ракета с сверхбольшой дальности. Атомолёт – тема не новая. Почти 70 лет назад гонка вооружений между США и СССР дала толчок идее создания самолёта на ядерной силовой установке. Сверхзвуковой самолёт с ядерным двигателем мог бы баражировать в воздухе без дозаправки несколько месяцев. А дальность его полётов исчислялась бы сотнями оборотов вокруг Земли. Но как обезопасить экипаж от излучения? Как избежать смертоносных выбросов в атмосферу? И самое главное, как не допустить крушения крылатого реактора? На все эти вопросы ответы были лишь в теории. Решением стала свинцовая пластина. Она защищала экипаж и атмосферу. А вот проблему надёжности не смогли решить до сих пор. Даже если заменить тяжёлый металл композитным и получить сверхзвуковое судно – это нерациональная трата денег. Расхода ядерного топлива с точки зрения расхода углеводорода – это наверняка, может быть, даже обойдётся и дешевле. Но в целом комплекс проблем, который возникает в связи с созданием эксплуатации ядерной силовой установки – это неподъёмная практически сейчас проблема. Студентка Анастасия Помешкина уверена – принципы производства двигателей нужно менять. Хотя «Атомолёт» и был идеей фикс конструкторских бюро. Нужно идти в ногу со временем. Нам будет значительно выгоднее придумать, как хранить водород где-нибудь вне отсека, чтобы мы могли на этом экономить. Тем не менее, проект ракетного ядерного двигателя включили в федеральную космическую программу Роскосмоса. Однако, когда российский атомолёт увидят в небе – пока неизвестно. Екатерина Широкова, Александр Ведерников. Новости ОТС.